привет привет дорогие друзья и сегодня с вами 345 выпуск программы пропеллер из студии мы илья кепцо и александр горбунов и вера дронова и сегодня первый сюжет у нас очень интересный на самом деле весь выпуск очень мужской такое ощущение что на дворе 23 февраля несмотря на то что на дворе десна так почему первый сюжет нравится вере почему первый сюжет потому что в первом сюжете будут показывать красивых мужчин это сюжет про фитнес про то как привести себя в порядок нам бы здесь всем было полезно да 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 а я занимаюсь спортом когда занимаешься потом резко бросаешь тренировки начинаешь жреть смотрите пацаны смотрите как я могу в общем друзья никогда не бросайте тренировки тренироваться это очень важно и а иначе я иначе а иначе девушки не будут вас любить не ну так и так не любят и так не любит и так вот как правильно сказать друзья не за горами лета то время когда хочется иметь красивую фигуру и просто не постесняться снять себя наконец-таки все теплые вещи как же все-таки себя подготовить правильно без последствий к этому прекрасному сезону узнаем у профессионалов друнирую себя уже восемь лет пришел я сюда пухликом 127 килограмм после того как увидишь результату действительно хочется чего-то большего наверно у меня по три часа уходит очень тяжело спорт не для слабых и денег много забирает на диете постоянно сижу белковые углеводные поменяется полтора года вот я занимаюсь упорных тренировок это упорные диеты кушаю спортпит ну и занимаюсь тоже так вот четыре раза в неделю по три часа грубо говоря у меня тренировка 25 килограмм уже скинул это буквально за год зимой я набираю массу к лету сушусь что сложного ее поднять сложного ничего нет весь просто эффект от правильности выполнения упражнения от этого и тяжело самое главное это упорство диета и огромное желание где-то называется как с греческого по-русски это образ жизни без диеты конечно фитнес спортивное достижение невозможно человек приходит и вот смотришь на чем он способен и составляется программа где-то на сколько там месяца человек строится у этого сам как он хочет как он потому что наше тело подойдется всему как сбросить лишние килограммы и хватит ли двух месяцев вообще в целом вообще-то можно сделать диета и физическое упражнение и кардио самое главное знаете в нашей жизни спортсмена собрать сумку придется в зал самый тяжелый силовые упражнения это примерно ну как чтение для мозга вот чтение это самый оптимальный рациональный способ развить свой мозг также и силовые упражнения это такой самый рациональный быстрый способ развить мускулатуру уменьшить уровень жира и так далее просто есть поддерживать себя в форме для фитнеса силовые упражнения это самое лучшее что только придумали вообще вот допустим нарастили вы огромную кучу мышц вы стали функционально подготовлены можно защищать людей куда пустить можно стать агентом национальной безопасности правда есть отличная возможность применить все эти возможности тела на практике вот таких специальностях как правовое обеспечение национальной безопасности и правоохранительная деятельность да в органах все таки нужна и мышца и ум и конечно это моральные качества сам факт что вообще там ты кто я менеджер ты кто я экономист я специалист по национальной безопасности вау ребята когда вас спрашивают о самой мужественной профессии что приходит на ум пожарный полицейский юрист но наверное не многие знают о таких специальностях как правовое обеспечение национальной безопасности и правоохранительная деятельность о них и поговорим как выглядит якутский агент национальной безопасности наверное как я в очках средних параметров среднего роста в черном костюме с черными очками самоуверенный где можно отучиться на агента национальной безопасности где на это не учат конкретно наверное без понятия байкальства с сентября этого года в якутске можно будет получить две новые специальности которые сертифицированы далеко не во всех городах россии правовое обеспечение национальной безопасности и правоохранительная деятельность понятие национальной безопасности может касаться экономических проблем социальных политических по сути дела это такой широкий спектр деятельности что практически любой сотрудник получивший этот диплом может найти себе применение сейчас основной упор в обучении сделан на практические занятия лекции будут проводить действующие сотрудники силовых структур наряду с обычными юридическими дисциплинами мы усилили блок специальных дисциплин они изучают у нас оперативно-следственные деятельности оперативно-разыскную деятельность мы преподаем боевые искусства ну скажем на примере нашего филиала здесь у вас есть прекрасный спортзал здесь скалодром здесь нагрузка конечно возрастает такой специалист может работать в федеральной службе безопасности следственном комитете министерстве внутренних дел вообще профессия юриста издревле считалась почетной очень уважаемой и очень востребованным обществом выпускники байкальского университета которые пополняют ряды сотрудников сферы юстиции поскольку выпуск сейчас большой можно выбирать мы участвуем в экзаменационных и аттестационных комиссиях в том числе мы закрываем бакансии в районах трудоустройство и самое главное уверенность в жизни и уверенность в карьере вам будет обеспечена мне кажется любой мальчишка в детстве мечтал попробовать вот эту профессию сейчас наверное дети посмотревшие пропеллер этот наш выпуск они уже будут отвечать на взрослые вопросы а кем ты хочешь стать? специалистам по национальной безопасности у нас недавно был целый выпуск посвящен так сказать льду хоккею, фигурному катанию и мы продолжаем эту тему и у нас теперь развиваем дальше замечательному подошел сюжет вот о ледовых гонках которые сняла Анастасия Гриневецкая первый ее сюжет ее первый сюжет, да что я вообще тут делаю? подскажите пожалуйста, что мы тут делаем? мы вообще-то машину в гонках готовим интересно, гонки а могу ли принять участие в них я? с этим вопросом нам поможет разобраться наш сегодняшний герой Вадим Данилевский Вадим Данилевский гонщик с 30-летним стажем трехкратный чемпион ледовых гонок полярная звезда в личном зачете а также девятикратный чемпион в командном зачете теперь вы понимаете, почему для нашего сюжета мы выбрали именно его конечно, вы можете принять участие в гонках но, к сожалению, не в ледовых, не в якутских в двух словах, это должен быть легкий автомобиль, желательно двухдверный и все с приводом на одну лусь с мотором 2600 для тех, кто хочет принять участие в первый раз существует класс лада стандарт это автомобили автоваза приближенные максимально к стандарту чисто каркас безопасности вваливается и небольшие переделки допускаются и на сегодняшний день он гораздо более массовый, чем в боевой класс потому что доступен как правило, в большинстве случаев если автомобиль затачивается под автоспорт он больше немножко не спасает хорошо ездишь? я считаю, что да да молодцы подловили человек из РАФа когда приезжал инспектировал с российского отметил, что мало того, что у нас трасса одна из самых лучших в России у нас и организация одна из самых лучших в связи с этим нам не позволяют расслабляться скажем так у нас очень жесткая комиссия техническая на старте вы переоденетесь в такую шапочку и вам понадобится вот такой костюмчик обязательное условие чтобы он был не голючий предприятие-изготовитель гарантирует что от открытого огня он спасает 40 секунд вот такие башмачки тоже не горят а еще какие-нибудь ты должен укладывать к стене? конечно, обязательно даже красивые бывают разные виды поршней и насколько я знаю на ваш автомобиле спортивные устанавливаются они кованые для чего это вообще нужно? вообще-то это секрет конечно вам мы расскажем мы устанавливаем кованые поршни для поднятия мощности для увеличения степени сжатия для уменьшения трения и для надежности потому что обычные поршни начинают подгорать при таких температурах у меня есть сокомандник с которым мы ездим 10 лет в одной команде он является моим штурманом на авторалле он же соперником и сокомандником является на кольце поэтому у нас отношения очень хорошие они бывают временами сложные но от этого они не становятся хуже мы едем на ралли я ответственный за его жизнь за его детей я это прекрасно понимаю и при этом я должен ехать быстро потому что мы едем выигрывать мы едем за результатом сказать что мы как братья нет но мы очень хорошие друзья очень часто было когда я вижу что моя машина на сегодняшний день он не настолько конкурентно способный я отдавал детали ему чтоб он выявил гонку были моменты когда он выходил из машины у меня машины я переворачивал разбивал у меня взорвался мотор он выходил из машины отдавал мне свою машину я занимал допустим какие-то места для команды на любой машине очень сложно правда очень интересно посмотреть но я не понимаю знаешь вот трасса это круг ну он там не круг ну давай к примеру это круг я стою вот здесь я увидел как машина стартанула и все и вот она и вот она ну знаете мне кажется что это дико страшно я вот ездила на квадроцикл обычной машине нет я ездила на квадроциклах тоже вот быстро да вот эта езда когда надо было там ехать объехать и мне было дико страшно у меня прям вот руки тряслись и такое волнение что вдруг что-то не так пойдет и я сейчас сорвусь и упаду ну в общем то на этом у нас все на сегодня прощаемся с вами в студии работали Александр Горбунов Илья Кэпцо и Вера Дронова всем пока до новых встреч до новых встреч филиала Байкальского университета. Субтитры создавал DimaTorzok